Смотрите, я Зельда, героическое, с героическим щитом, героическое, зеленое, весь из себя такой. Ну, у Зельды не было крыльев, но это так, мелочи жизни. Классно, клево, интересно. А, смотрите, еще можно накидочку зеленую сделать, а еще можно сделать вот так, а потом сделать вот так. Не, вот так. Не забываем подписаться на канал, нажать на колокольчик, подписаться и написать в комментариях, какого героя вы хотите увидеть в следующем видео, или оно вам надо ли, и хотите ли вы такое ради эксперимента. Поехали! Так, первым делом вам нужно найти джунгли, которые выглядят на мини-карте как что-то зеленое, заросшее, тропическое растительное с тюльянами и всякое такое. Сваливаем. Блин, какой я сексу... Обалденный, сногсшибательный мужчина. Окей, заходим в подземную часть джунглей, или в часть джунглей, которая находится на поверхности, и просто ломаем любым доступным вам способом, хоть киркой, хоть лопатой, хоть чем. Так много травы, как можете. Изредка будет выпадать так называемое... Будьте осторожны только с вот такими розовыми штуками. Потому что если вы сломаете такую розовую штуку, будет проблема. Вот. И... Давайте вот так сделаем. Выпадают так называемые джунглевые семена зеленого цвета. Если вы должны собрать 27 семян, если вас это занятие задолбывает, можно просто поселить в джунглях Дрия Аду и в нее купить 27 семян. Понятно? Понятно. Дальше. Отправляемся, не отходя от кассы, здесь же, где-то бродим по пещерам, ходим, слонов водим, ищем возможность... Да что ж ты будешь делать? Знаете что? Находим, собственно говоря, в пещерах такую штуку белого цвета. Это называется паутина. Ломается она только мечом, любым мечом. Собираете в свое удовольствие, вот так вот. Вам нужно собрать 420 штук. Понятно? Понятно. То есть, вам еще нужно 32 древесины, 8 слитков железной или свинцовой руды, 420 паутины, 27 джунглевых семян. Понятно? Понятно. Отлично. Дальше. Соответственно, используем 10 древесин, чтобы сделать... Как его называют? Я забыл название, честно. В верстаке мы используем 5 слитков и делаем железную или свинцовую наковальню. Становясь рядом с наковальней, делаем цепочки, потратив на еще один слиток. После этого становимся рядом и делаем... Короче, это какая-то лесная пила или лесопилка. Становясь рядом с лесопилкой, тратим на последние 12 кусков древесины, делаем прялку. Становясь рядом с прялкой, делаем зеленую нить из джунглевых семян. 9 нити получается. И делаем шелк. Чрезвычайно важный ресурс. 60 шелка. После этого у нас появляются новые рецепты. Здесь делаем шапку героя. Не путайте с шапкой супергероя, это разные вещи. Делаем штаны героя. И делаем непосредственно, собственно, рубашку героя. И получаем вот то, что мы получили. Единственное, что... Я вам что-то должен сказать. Для того, чтобы аксессуары не отображались, в слоте с ассексуарами... Видим вот такие крохотные совершенно кнопочки. Нажали кнопочку, такой глазик. Видите? Совершенно крохотный. Нажимаем на глазик, и вещь перестает отображаться. Она продолжает работать. То есть давать бафы и прочее, прочее. Но она не отображается. То есть можно, чтобы отображалось, не отображались аксессуары. Портили или не портили вам атмосферу. Лови за просмотр, за подписку, лайк. Не забывайте подписываться на канал и нажимать на колокольчик. И здесь впервые. Лови за просмотр, за подписку, лайк. И до встречи. Также в описании под видео не забывайте написать, а какой бы вы хотели видеть следующего героя. И хотели бы... Потому что в Террарии сотни разных видов одежды. Плюс есть красители. Можно покрасить в зеленый, в фиолетовый. Можете сделать зельду какого-нибудь кричащего розового цвета. Как я это люблю делать. Потому что... Ну а почему нет? Я могу. Это классно, клево, интересно. Можете сделать какой-нибудь вот такой экзорсис. До встречи. Классно. Мы ловко обходим санкции. Потому что, по мысли из России и Беларуси, вы нифига ничего не купите в стиме. Но у нас можно купить, активировать и играть как обычно. И делать вид, что ничего не произошло. И более того, оплачивать не только реальными деньгами, но и всякими фантиками а-ля эфиры, биткоины, прочие криптовалюты, тугрики. Есть такая валюта. И многими другими непонятными штуками. Все ссылки в описании ждут вас там. Там же можно быстро пополнить коллекцию своих инди-игр. Для чего? Что нужно сделать? Правильно покупать рандомные игры. Там же VPN-ы, всякие своеменные читы и прочее, 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 прочее. Единственное, что мне не нравится во всей этой истории, что у нас постоянно идет дождь и ветер. Где ветер? А, вот. Вот я хочу, чтобы не было ветра. Вот. Вечное солнце, вечное небо, вечный день. И все классно, клево, интересно. Не, ну а что? Также у нас, по-моему, скоро летсплей намечается, так что подписывайтесь. Будем играть в сигаретных мер...